Безумие, выдумка или правда? Как разобраться, нормален ли человек, который отличается от остальных? Здравствуйте, с вами Мариана Мирная. Вечер пятницы, вы смотрите программу Город С. Сегодня в гостях прекрасная, талантливая, изумительная народная артистка России, актриса Самарского академического театра драмы имени Горького Жанна Романенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Собрались мы с вами сегодня по прекрасному поводу. Состоялась премьера буквально несколько дней назад. Странная миссис Сэвидж. Естественно, вы в главной роли. Откуда есть пошла земля русская? Потому что знаю, что это ваша была идея, ваша задумка и воплощение общее с прекрасным режиссером Александром Кузиным. Во-первых, я хочу всех поздравить телезрителей с прошедшими праздниками, с Новым годом, со старым Новым годом, с Рождеством, с Крещением, потому что у меня прошли все праздники. В работе. В работе, в трудах, в трудах, в трудах. Поэтому я радуюсь за вас, что вы отдохнули со всеми прошедшими праздниками, удачи, благоденствия и всего самого-самого доброго. Теперь о премьере, о спектакле. Ну вот давайте, кто из зрителей не знает, да, это пьеса Джона Патрика, написана в середине XIX века, в 50-м году, если я ничего не путаю. В 60-х даже. Переведена в 60-х, если быть точными. Я скажу так, что скорее это была идея не именно этот спектакль, именно эту пьесу взять, а идея у меня была, чтобы еще раз увидеть Александра Сергеевича Кузина, чтобы еще раз с ним поработать. И так как он поставил лес, и мне безумно понравилась просто его методика, как он, так сказать, сочиняет спектакль, но там случилась одна трагедия, еще трагедия и еще трагедия. Сначала у меня перед самой премьерой умирает муж, потом случается несчастье с Сашей Амелиным, который играл Несчастливцева, и потом следующий, Олег Белов, который играл Счастливцева. И поэтому спектакль как бы прекратил свое существование, прошло несколько лет, и Кузин перевозит своих студентов в Самарт. Я, естественно, пришла на этот показ, восторг полный, мы стали разговаривать, и вот я говорю, что это буквально вот спонтанно, я говорю, я так скучаю, скучаю, что вот как по тем репетициям. И говорю, а не хотите ли вы возобновить как бы наши творческие планы, наш творческий роман на другой ноте, не такой трагической, как она печальной была? А он говорит, с удовольствием. Я говорю, так, ловлю на слове. Я говорю, я готова с вами хоть седьмой гриб за восьмым столбом. Название. Он говорит, название. Давайте думать. Он говорит, вы. Я говорю, мне все равно. Думайте вы. Он говорит, нет, нет, давайте думайте вы, и буду думать я. И вот там проходит какое-то время, мы опять встречаемся. Я говорю, вы знаете, я так посмотрела, список у меня теперь ролей не так много, потому что, как говорится, на дворе уже осень. Я говорю, я хотела бы Сэвидж. Почему? Теперь уже я как бы отвечаю зрителям и вам, почему Сэвидж, потому что мне, во-первых, было любопытно, почему все большие актрисы, и вот все переиграли эту роль. Интересно, с этой стороны. Вот. Потом я прочитала, увидела, что много точек соприкосновения, как белая ворона, как то, что одиночество и прочее, прочее. Вот есть про что говорить от своего сердца. Вот. А, как ни странно, Александр Сергеевич говорит, вези дамы. Я говорю, вы знаете, Александр Сергеевич, я только что сыграла август графства Осыч, где очень тяжелое название, очень, ну, как бы, ну, оно отнимает энергию и у зрителей, и у меня. Негатива много. Да, очень много. А сейчас в жизни так много негатива, столько смертей, столько катаклизмов, столько убийств, столько, поэтому, говорю, я бы хотела людям подарить добро, любовь и какую-то надежду. Я хотела, чтобы, когда они пришли в зал, ушли просветленные, не задавленные, даже пусть это гениально сыграно, не задавленные, а именно вдохновленные, их какую-то подарить надежду. Он сначала сказал, что нет, тут есть что играть, это она не такая страшная, это пьеса, вези дамы. Я говорю, ну да, героиня уходит с гробом в финале. Я говорю, нет, а здесь все-таки, он говорит, ну хорошо. И как бы я его убедила. И потом он сам даже был благодарен мне, что сказал, говорит, да, действительно, пьеса очень светлая, нежная, чистая. И я получила такое удовольствие от встречи с Александром Сергеевичем. Как? Он же еще и педагог. Вот вы говорили о том, что чувствовали себя студенткой третьего курса, которая уже что-то умеет, да, но еще совсем юная и неопытная. Но все это в том, что он как-то удивительно подводит, что ты сам делаешь то, что ты не ожидаешь от себя то, что ты не сможешь придумать дома, где мы занимаемся творчеством дома, а именно он как-то вот какими-то своими педагогическими методами подводит так, что у тебя вырастает совершенно какой-то отдельный цветок, который ты даже и не ожидала, что вдруг он расцвел. Еще хочется, много хочется спросить. Вот смотрите, вы говорили о том, что в этой постановке, в этой пьесе у вас были такие моменты, когда вам вроде как хотелось в каких-то моментах от своей, да, от индивидуальности отталкивать, вроде тут погромче, вроде тут поактивнее. А вас все-таки Александр Сергеевич как-то в этом смысле пытался сдержать, и вот для вас это новое что-то, да? Абсолютно новое, и даже вот первый выход, он все время говорил, заходишь на пуантах, или, например, я понимаю, меня поместили дети в сумасшедший дом, это стресс, это ужас, это кошмар, и, естественно, как я заходила, глаза полные кошмара, а он говорит, нет, нежно улыбайся, я говорю, как это, а внутри, а внутри то, а здесь, я говорю, ну, это как бы не показывай, не показывай, что у тебя внутри, а как бы, понятно, медсестра, сумасшедший дом, а это врач, он будет меня лечить, понятно. В общем, все как бы, вот, все так да не так, уже столько лет проработав, как бы, есть какие-то свои наработки, и самое главное, вот мы репетировали очень в камерном зале, и вот он говорит, мне очень нравится, вот так вот, и разговаривай, не повышает он, и, в общем, на премьере были некоторые люди недовольны, меня не слышно, меня всегда слышно, а тут вдруг не слышно. Я говорю, Александр Сергеевич, что же делать, все-таки, говорю, есть переход, камерный зал, киношный вариант или телевизионный вариант, и сцена, все хотят слышать, что я говорю. Он говорит, тогда так, звук не прибавляй, посыл прибавь, если, предположим. О, уже появились светлячки, как это красиво. А что заставляет их светиться, доктор? Он говорит, просто прибавь, не звук, а уже появились светлячки, как бы вот этот вздох. Ну, то есть я многое от него получила, я безумно благодарна судьбе, что я встретилась с таким великолепным, прекрасным, чудным мастером и человеком. Продолжим Оду Александру Сергеевичу Кузину после просмотра сюжета. Есть у нас небольшой фрагмент со спектакля «Странный миссисевич». Давайте смотреть. За главную тему спектакля молодой актер Герман Загорский ответственно выучил на фортепиано. Играть в четыре руки с народной артисткой России – большая ответственность. Пришлось освоить, а тем более человеку, который не играет, освоить все-таки в четыре руки – это достаточно сложно. И при этом кисти, они же выдают пианистам. Поэтому здесь еще нужно следить не только за тем, насколько правильно ты играешь, но и насколько правильно ты держишь кисть. Чтобы на самом деле люди верили в то, что ты пианист. Юмор и провокации актрисы Романенко всегда имеют успех у зрителя. Она виртуозна, за маской баловства скрывает глубинные человеческие эмоции, болевые точки и суть человеческой жизни. В свое сумасшествие миссисевич не верит, да его и нет. Белая ворона – вот диагноз. А вот это озорство, ну, во-первых, оно мне присуще всегда было, но я с ним очень аккуратно. Мне очень приятно было с вами работать, Александр Сергеевич. Потому что… Да. Нет, серьезно. Потому что, во-первых, я себя чувствовала ученицей. Тема психического нездоровья часто встречается в кинематографе и на сцене. Для режиссеров здесь широкое поле для творчества. Александр Кузин и себя причисляет к тем, кто не от мира сего. Говорит, быть не таким, как все – большая удача для человека его профессии. Странные люди. Кто они? Люди, которые сегодня не совпадают с той жизнью, которая на дворе. Они то ли не успевают за ней, то ли идут в разрез с ней, в конфликте с ней. И кто-то называет их ненормальными, кто-то сумасшедшими. Для меня хорошее слово – иные. Несколько десятков лет назад странная миссис Севич уже шла на сцене самарского драматического с Верой Ершовой в главной роли. Сегодня у театралов свои герои. Премьера спектакля состоится 16 и 17 января. Вы ведь не учились в музыкальной школе или учились? Нет, я закончила три класса. Фортепиано? Так как отец был военный, мы переехали в другой город. Там не оказалось, потому что часто это по таким местам ездили воинские части, где не было никакой музыкальной школы. Я закончила три класса. И вот там есть эпизод, когда приходят дети, и я играю спящие красавицы в вальсе цветов. Это вот все, что я помню с детства. Главную тему пришлось выучить, да? Да, это было я все время говорила. Ну давайте так, мы нажмем три, а остальное пусть поддержит запись. Нет. Нет, говорит, будете играть вживую и по-настоящему. Про эмоции хочу поговорить, потому что мы когда посмотрели, я посмотрела. Я в конце, честно положа руку на сердце, я прям всплакнула по-настоящему. На одном из строгательных моментов, когда дарят подарки, когда миссисевич вроде как ей разрешили уйти из этого прекрасного заведения. Меня тронуло до слез. Я знаю, что и вас тоже тронуло, потом запрещали вам плакать в спектаклях. Рассказывайте, как со слезами боролись сами. Это на первой репетиции мы просто сами все, просто сами. Настолько он сказал, все, поплакали, а теперь так, чтобы зритель плакал. А вы должны быть очень сдержаны, строго. Вообще спектакль получился нежный, трогательный, не шумный, негромкий, но очень пронзительный. И очень, как ни странно, вот про наше, хотя написано вроде в 60-х годах, про наше время сейчас. Это, говоря словами своего персонажа, эти люди полны сочувствия друг к другу. Они щадят друг друга. Они помогают друг другу. Они оберегают, любят. Нет, я не хочу отсюда уходить. И они этим счастливы. Вот такой парадокс. Получается, что здесь вот какой-то кусочек другой планеты, где любят, помогают, щадят, а там жестокий, жесткий, страшный мир. Мы, кстати, говорили с Кузином. Я не могу сказать, что мы с ним спорили. Он меня спрашивал, а что вы сделали, если бы у вас было 12 миллиардов. Это тоже один из моих вопросов. Нет, если с юмором. Я так сказала, ой, не знаю. Если бы мне оказалось сейчас 12 миллиардов, что бы я сделала? Ну, наверное, первые 3-4 дня бегала по супермаркетам. Но это, так сказать, в плане шутки. Я говорила с ним о том, что почему надо уходить и отапливать космос? Ну, там, кому-то помочь детский дом, монастырь, еще, так сказать, кому-то там тяжелобольному человеку. Когда можно спрятаться, как Ноев ковчег, вот в этой тихой обители, и закрыться, и сохранить свою душу. Вот мы с ним спорили на это. Ну, не спорили, а, так сказать, дискутировали. Он говорит, нет, 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 надо помогать там. Я говорю, а почему не помочь здесь? И, в общем, так как-то каждый остался при своем мнении. Большой момент того, что вот это психическое нездоровье, да, диагноз или что-то, ну, вот она же на самом деле не сумасшедшая, вот так вот уж. Она же нормальная, просто странная. Белая ворона, да, как мы говорим, и вот этот образ. В вашей жизни сейчас кого-то, вот вы кого-то называете белой вороной? Или после вот того, как с этой ролью связались, уже по-другому смотрите на каких-то людей, которые странно, на ваш взгляд, себя ведут? Ну, моментами мы все немножко, чуть-чуть белые вороны. Но ведь сумасшедшие-то ее называют дети. На самом деле нормальный человек нормально поступает, нормально это делает. И поэтому как бы медсостав, весь врач, и они понимают, что это из-за денег. Это все получается логично. А в жизни я иногда тоже про себя думаю, что вот я белая ворона. Я поступаю для меня нормально, а со стороны людям кажется, что это ненормально. А это, как говорил Александр Сергеевич, просто как бы параллельно существует. Я заметила в жизни, что почему-то вот с какими-то людьми у меня сразу контакт. Сразу, я не говорю там симпатии, а контакт сразу. То есть такое ощущение, что это человек с моей планеты. А кто-то, я не говорю, что он там плохой, но никаких точек соприкосновения. Просто разные позиции, отношения к жизни, все разные. И я думаю, а это с другой планеты прилетело. Вот поэтому мы не стыкуемся. Что самой вам больше всего понравилось в этом спектакле, в этой работе? Ну, помимо того, что с Кузиным полный контакт, да, у вас и творческий роман, как мы уже пошутили. Что еще вот в этом, что дало это для жизни, для себя? Потому что вот если мы говорим о спектакле «Август-Горовство», тогда вы говорите, вы долго к нему готовитесь, он тяжел эмоциональный, тяжел физически. Здесь, я так понимаю, тут большее количество удовольствия вы получаете от самого процесса. Еще пока я не определилась, потому что всего прошло раз, два, три, четыре. Значит, вот три, суббота, воскресенье, утро, вечер и во вторник. Я еще, еще, послевкусие у меня нет, я еще нахожусь в таком, ну, как бы сказать, на подъеме, и я еще не успокоилась, еще пока вибрирую, и я не могу сказать, что. Но я знаю одно, что Кузин меня развернул немножко по-другому, и какая-то другая манера существования на сцене, и физически, и голосово, и вот как, даже вот в темпераменте, и мне это нравится. Мне это очень нравится, и мне хочется это как бы сохранить. И когда он уехал после второго спектакля, и на третьем спектакле его не было, я настолько привыкла, что он в зале, и я хочу, чтобы он был в зале, потому что у меня внутри, я даже вот честно осознаюсь, я на премьере, мне очень волновалось, что для меня непривычно. Я настроена была на Кузина, чтобы все сделать точно, как вот точно, как вот никуда не сбиться. У меня не было вот такого, сейчас вот я, а вот именно вот четко это сделать, и мне это очень нравилось. И когда на третьем спектакле его не было, я так сначала загрустила, думаю, как сирота себя почувствовала, а потом подумала, нет-нет-нет, он в зале, он смотрит. Не могу не поднять еще один вопрос, сейчас он и на вашей странице в Фейсбуке тоже обсуждается. Кто еще играл эту роль, да, и есть у нас прецедент, Вера Санна Ершова играла это, но очень-очень это давно, и очень мало уже, наверное, людей остались, кто этот спектакль тот прошлый видел, помнит и так далее. Вы, когда в театр пришли, уже не шел этот спектакль, правильно? Нет-нет-нет, я пришла, уже спектакля не было, и я не видела. И может, это и хорошо. То есть, по крайней мере, этот груз ответственности с меня снят. Но играли и Раневская, и Морецкая, и Орлова, и Касаткина, и Адаруговцева. Но это же неправильно, когда, да, люди начинают, может быть, не очень сведущие, или как-то начинают писать, что вот как он там повторяться. Это же не повтор, это же хороший репертуар, который каждая уважающая себя актриса хочет сыграть, правильно? Гамлет, во все века Гамлет, и сколько Гамлетов было, и будет еще, и будет все это по-новому открываться. Поэтому, наоборот, это ответственность перед самой собой. Я всегда ответственна, когда выхожу, перед самой собой, чтобы как бы соответствовать вот этому. Говорили еще с вами о том, что вот сейчас такая ситуация, что не так много, да, вы говорите, у вас пьес, в которых бы хотелось даже, да, что-то поработать. Потому что уже не хочется участвовать, а бы в чем, как бы это, если честно, просто жалко времени, уже его не так много, как говорится, чтобы распыляться уже, как я говорю, на всякие ерунды. Вот, хочется уже получать какой-то серьезный, глубокий, а их не так много, их не так много. Поэтому переходим на фильмы, да, на фильмы переходим, «Москвичи приехали, фильм о вас снимать». Рассказывайте, никто не знает, я знаю, что приезжала съемочная группа. Я почему-то так замолчала, потому что, ну, как бы, это еще впереди, предстоит это чудо. Просто мой сын решил мне сделать подарок. Ко дню рождения прислал группу из первого канала «Останкино». И люди работали всю вот эту последнюю предпремьерную неделю, они снимали все. У них свой сценарий, который я не знаю. Единственное, что сын по телефону попросил меня внутренне не возмущаться, не злиться, не нервничать. Но Сергей, наверное, знает все-таки, какой сценарий. Он-то, наверное, знает, что за тобой будут бегать везде. Вот ты убегаешь, за тобой будут... Это, я говорю, прям совсем везде. И Кузин тоже пошел на это. Они снимали прям вот, прям по сцене ходили. Ну, до определенного момента уже последние генеральные, там уже как бы все. И они снимали все. Весь этот период, как бы, как рождается спектакль. Это будет рыба. А что там, что будет к чему, как они будут монтировать, резать, и какой будет текст, этого я не знаю. Это тоже новый опыт. Да. Мне так понравилось потом. Самое интересное было, что сначала первые два дня, это, конечно, мешает. Потому что везде, куда ты не повернешься, везде камеры, за кулисой камеры. И все были вовлечены. Все цеха, вся группа, которая участвовала, охранники, пожарники, все. И потом, как выяснилось, что все втянулись в это через три дня. Всем это нравилось. И все даже пытались эту, говорит, я тоже в кадр попала. А когда будет фильм, а когда будут показывать. И когда это закончилось, они тоже уехали прям одновременно. Получилось, Кузин уехал. Наступила такая тишина. Антракт. Я иду, а за мной никто не бежит. Никаких камер нет. И я прохожу мимо охранника и говорю, м-м-м, как скучно. Но будут еще до съемки, я знаю, в Москве с вашим однокурсником, другом Валерием Бариновым. Еще в Москве будут до съемки с Бариновым, с Юрием Ифочевым-Соломиным. Еще с одним однокурсником и батюшкой, который в Москве. И поэтому еще будут снимать и потом будут монтировать. Ну так а когда в итоге фильм-то ждать и где его можно будет? То есть его покажут по первому каналу или как? Да, я думаю, что это будет скорее к моему дню рождения. Как бы это же к этому приурочено. Не знаю, будет ли это раньше. Но я, конечно, возьму диски рабочие. Буду дарить. Но Сережа предупредил меня. Говорит, это собственно с первого канала. Конечно. Так что не надо. Я сказала, а можно здесь показать, не дожидаясь дня рождения? Он говорит, нет, нельзя. Все правильно говорит, как телевизионщик. Я его в этом поддерживаю. Будем очень ждать. Коротко, прям минуточка у нас остается. Какие планы? Что дальше? Есть же, наверное, там же мозг-то работает. Чего мы хотим? Да, мы с Кузиным как раз, когда они снимали у нас двойное интервью в камерном зале, это было, конечно, чудо. Мы даже забыли о том, что присутствует съемочная группа. Они в конце зааплодировали. Говорит, молодцы. Он меня спрашивал. Они задумывались. Что дальше? Что дальше? Вы знаете, что я ему ответила? Нет. Я не задумываюсь. Я бегущая по волнам. Я бегу. Бегу и как можно больше хочу сделать. Ну вот хочется... Вот смотрите, вы же человек в поиске постоянно. Особенно актеры. Мы знаем, что вы всегда ищете что-то интересное и новое. Читаете, ищете. Может быть, есть какая-то еще интересная пьеса, а вы и не знаете о ней? Может быть. И такое может быть. Это, как говорится, свыше. Как вот вдруг это возникнет чудо. И это будет прекрасно. А пока я счастлива, я радуюсь жизни. И как бы пью эту жизнь каждый день, как последний. Каким-то вот образом, я знаю, что вы дружите со своим внуком очень сильно. И каким-то образом он тоже, наверное, оказывает влияние на вас, понятно, как на женщину. А как на актрису? Он вам делает какие-то рекомендации, может быть, дает или хвалит вас? Пока нет. Пока ему 12 лет. Нет. Я думаю, может быть, когда постарше станет. Но он же прям совсем растет на глазах. И самое главное, что растет на глазах без меня. Я только плотно с ним общаюсь в отпуск, когда вот два месяца. А так все это бегом, бегом, бегом. Пока нет. Спасибо огромное, что пришли. Прощаюсь со зрителями до следующей пятницы. Всего хорошего. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова